так наш следующий путь будет лежать в черный терновник там где обитают злые рыбы рыбы наверняка мы пойдем туда не единожды так как там очень обширный так сказать путь по которому мы будем двигаться там несколько путей чтобы найти все секреты нам нужно соответственно сначала использовать датчики которые определяют звук а потом уже на ощупь вот такие пирожки вот идем мы значит туда так нам главное никуда не врезаться и только лишь слегка использовать своим двигателем иначе нас могут скушать здесь у нас очень много огней значит здесь будет очень много удильщиков так вот он по центру такого я не видел ни разу если честно даже хуй знает что у нас тут че разведчик покажет да мы не попадем единственно что мы можем сделать данный момент это вот так так вот так у нас будет сразу два разведчика один там и один там в целом ну Если бы я играл в первый раз, я бы охерел, конечно, а тут уже не так страшно. Короче, вот гигантский удильщик, только мертвый. Ой, что-то застрял ты, чувак, подожди. Хм, шпат. Ого, а ты-то тут откуда? Сюда никто не прилетал, честно говоря, никогда. Получается, из всех камелян только тебе и мне удалось дощать черного тенормника. Поздравляю. О, это ты. Тебя записали в космонавты, и тебе удалось не умереть. Это похвально. Шпат, это ты? Вижу, сообразительность не самая сильная твоя сторона. Конечно, это я. Чижу тут с тех пор, как мой корабль того упал жестко. Твой корабль упал? Ты ведь пилотируешь лучше всех камелян. Я уже не помню правил общения, поэтому просто поверю, что это был не сарказм. Вот как все было. После ядра пучины гиганта мне захотелось следовать черный терновник, потому сюда... Потому что сюда раньше никто не летал. На самом деле летать тут было несложно. Ворачиваться от многомерных колючих лиан. Учишься быстро. А вот потом появился огромный удильщик. Встречались такие? Они все не маленькие, но такие громадины мне раньше не попадались. Ну, я думаю, выполню пару трюков, оторвусь от него, разгоняюсь, значит, на полную. А рыба меня вдруг хватает, швыряет на лиану, и... В общем, корабль разбился. Бабах! После столкновения он закрепился так, будто вот-вот развалится. И стало понятно, что дело дрянь. И вот я выбираюсь. А вся электрика как начнет искриться? Тут уж надо было решать. Либо бежать, либо умирать в муках. Пришлось выбрать первое. Сначала мой лагерь был неподалеку от корабля. Потом нашелся этот скелет. Было бы глупо им не воспользоваться. Это место отлично подходило для того, чтобы окопаться и высадить семена из экстремальных запасов. И вот я здесь. Поверить не могу, что корабль сбылся не по твоей... Не могу, что я по твоей вине. Не удивительно, что мне столько рассказывают. Хе-хе. Ты тоже молодец. Сюда непросто добраться. В общем, как-то так все и получилось. Раскать мне больше нечего. Но можешь просто посидеть у костра. А можешь и не сидеть. Костерненько наденется. Сказать на камельке, что тебя забрали? Ну, можно, конечно. На самом деле, тут даже неплохо. Можешь сказать, мирно. В твоем возрасте, наверное, этого еще не понятно. Было лучше всего довольно утомительно. Я пока отдыхаю. Что случилось с этим удильчиком? Ты про скелет? Он тут уже был до меня. Сколько я понимаю, удильчик грыз лиану и проглотил семечко. Он начал расти у него в животе, а потом, видимо, свободное место закончилось. Мерзко, да? Хорошо, что этот скелет не попался. Отпугивает рыб. Он держится в своей территории и чаще всего избегает друг друга. Поэтому я и живу тут. Где твой корабль? На самом деле, довольно близко. Следуй вдоль хвоста этого удильчика и увидишь в тумане мигающий огонек. Иди на него и найдешь мой корабль. Точнее, обломки моего корабля. Расскажи о ядре пучины гиганта. Как тебе удалось отобраться? До ядра пучины гиганта это было захватывающе. Судя по тому, как ты спрашиваешь, тебе еще пустыть туда попасть. Если я скажу, что делать, это будет нечестно. О чем это я? Ах, да. Мой корабль, конечно, знатно вплющило в ту огромную полную лягу. Да, но, ага. Думаю, тебе стоит туда прогуляться. Можно идти на хвост удильчика и пока туманим мигающий огонек. Это мой старый корабль. Путь начинается оттуда. Угу. Хочу сказать, что у меня встретилось. Мне удалось увидеть ядро пучины гиганта. Значит, артоната оказалась я нипочем. Хвалю. Лично у меня получилось преодолеть их случайно. Давай не будем никому об этом говорить. Орговик открутит мне голову, если узнает о моем катании на смерчах. Корабль хрупкий, он сломается. Нельзя подвигать его таким перегрузкам. Я же не на солнце летаю, в самом деле. Что я с медузами получилось разобраться? Да, твои смекалки можно позавидовать. Космонавты с тебя хоть куда. Может, скоро даже научишься пилотировать как следует. На камельке обнаружилось семя черного терновника. Это очень плохо. Как не стоит повторять кремень, когда на месте черного терновника тоже была планета. Поэтому потом этот жуткий сорняк пустил в нем корни и разорвался так, что разорвал планету и раскидал обломки по космосу. Если ничего не сделать, камелек постигнет та же самая судьба. А мы, камеляне, пережили слишком много, чтобы потерять все из-за какого-то жалкого семечка. Что-то можно исследовать. Вот такой настрой мне нравится. Исследуй что угодно. Только учти, что пространство тут странное. Очень. Попробую запустить зонд в одну из этих семян. Видишь, в них есть отверстие. В самый раз для зонда. Если запустишь, приборы пока что находятся сразу в двух местах. Мне кажется, это даже не совсем ошибка. Просто тут какое-то искривление пространства. Например, эта семечка выглядит маленьким. А изнутри оно большое. Гораздо больше. У меня было больше время подумать над этим. Кажется, пространство в черном терновнике расширяется каждый раз, когда пролетает сквозь сферу. Поэтому семена больше изнутри. По крайней мере, это моя теория. Учти, в черном терновнике можно заблудиться и остаться навечно. Удачи. Так. Если что, ты знаешь, где меня найти. Ну да. Вот. А унатолиные в семечке разведчик и тут. Ого. Это корабль твой. Они вот так вот выглядели до этого. Угу. Ну окей. Если вот так вот пробраться, там можно найти выход. Ну, по крайней мере, не выход, а проход. Можно вернуться по такой же дороге обратно. И вот тут каким-то образом почему-то Медуза. Полет 4. Запись номер... Нет, точно не один. Аварии 3. Скучных аварий 0. Лучший результат. Ого. Ого-го. Не думал, что увижу Медузу за проделами пучины гиганта. Там они были очень полезны. Может, и это пригодится? Фу. Ну и гадость. Оказывается, тело у Медузы жесткое, как резина. Может, это... Чтобы защитить внутренности от электричества. Надо попробовать. Может, они будут лучше на вкус. Медузы жесткое, как резина. Медузы жесткое, как резина. Ого. Шпат, не ешь от даже перед лицом голодной смерти. Такая гадость не заслуживает того, чтобы стать твоим последним ужином. Видимо, эти Медузы гадят только для электроизоляции. Повторяю, не ешь это. С любовью, шпат. Вот и все. Там где-то был корабль. Повторяю, не ешь. Вот это, что-то получилось. Так, стоп. А где корабль? Вот он. Оп. Так, данные. Так, стоп. Так, это очень плохо. Так, это очень плохо. Так, надо выбраться как-то отсюда. Вот здесь. Ну ладно. Так, надо проскочить мимо. Так. 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 Продолжение следует... Мы очень медленно, блядь, проскакиваем. Так, ну это яички. Это то, что они охраняют, на самом-то деле. Так, яйцо. Ой, яйцо. Семечко. О, все пизда. Он с нами медленно шел, потому что он услышал звуки. Вот и все. Так, мы снова у черного терновника. И у нас есть возможность еще раз его исследовать. Так, мы были у Шпата в гостях. Так. Изменить чистоту. Хм-хм. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, мы их проскочили Доходим до яиц Так, давай яичко Яичко, давай Сука, все-таки один до нас дошел, да? Субтитры делал DimaTorzok Ладно Он нас не увидел, заебись Кстати, смотрите Этот удильщик гораздо больше Чем наш корабль Ладно, не будем его злить О, еще один удильчик Так, семечко И тоже семечко Еще К черту корабль мой Наверняка здесь корабль будет Субтитры делал DimaTorzok Ням И все съел Хе-хе Сука Так, снова мы здесь Нам нужно лететь максимально аккуратно Что, удильщик прям позади Я вам пока в спящем состоянии Ну, мчимся, мчимся Все пизда Это, блядь, глупо было Очень глупо Еще одна посадка На Терновник И пока без особых Аварий Мда Так, еще раз проходим Мимо них Главное, обзуб Не цепануться Будем лететь до конца Чтобы ни в чем Как ни в чем не бывало Просто Спокойно лететь дальше Перемотаем Этот момент Я уже достиг Так Теперь мы сориентируемся Куда же нам херачить Так Здесь у нас яйцо Здесь у нас тоже Ой, яйцо гуру Переход И здесь переход Три перехода Два удильщика Два перехода Раз Два Даже не знаю Куда ближе будет Здесь пускай будет Все Направляемся сюда Здесь у нас Тоже должно быть что-то Угу Я так понимаю Это тупиковые С Хуйня Потому что я Слышал про это Уже ближе Кто к другу Да О О Ага Хрен ты мне сделаешь М-м-мм срочно делать срочно так срочно срочно хвост срочно Мы полетим в другую сторону Хоп Так, солнце уже красное Надо успеть Вот разведчик Так Ой Не-не-не Мы же там были Вот сюда И здесь так же Ну так же не интересно Да, с гигантским удильчиком, да? Короче, понятно все с вами Летим сюда А здесь что? Угу Удильчик А это? А это? Это тоже удильчик Странно А здесь всего два А вот третий А мы рискнем все одно время не мало А он все равно быстрее оказался, сука На полном серьезе А вот он А вот он Или чуть не съели Вот он Капсула Да бля Что-то такое Это такая хрень Которая позволяет светиться А тут я не был Я не помню Наша капсула потерпела крушение Лишив нас возможности улететь или связаться с другими Мы держались сколько смогли Но что в капсуле кончается воздух А удильщики нападают все чаще Мы планируем вернуться на звездолет И починить его Или что-то вероятен дождаться помощи Даник, ты закончил сообщение? Сигнал звезда слабее Через несколько часов он пропадет совсем Надо скорее уходить отсюда Это либо какие-то батарейки Либо это их не капсула В которых они защищаются Появилась новая проблема Мы засекли сразу два сигнала от звездолета Звездолет не может находиться сразу в двух местах Это так, однако Сигнал совершенно идентичный Будь у меня больше времени Как раз времени у нас и нет Сигнал звезда слабее Стремительно затухает Скоро он пропадет И все будет кончено Мы последуем к ближайшему источнику сигнала А что есть сигнал ложный? У нас едва ли хватит воздуха Чтобы достичь другого источника сигнала Сигнал У нас нет выбора Мы оставим за собой след из огней Возможно кто-нибудь услышит сигнал бедствия От нашего спасательной капсулы Давай сюда, давай сюда Спасательная капсула 3 Взлет смертельно ранен Задействован аварийный режим Ждается отправление со звездолета Запуск капсулы номер 3 Капсула отклонилась от курса В результате многочисленные столкновения Обнаружено повреждение капсула Ошибка навигации Ошибка системы жизнеобеспечения Ошибка двигателя Сканирование окружающей среды Сканирование завершено Гравитация не обнаружена Пригодный для дыхания воздух не обнаружен Обнаружена многочисленная форма жизни Возможно агрессивный Вердикт Не покидайте капсулы Аварийный люк А кого хуя корабль там оставил Времени еще хватает Так что я успею вернуться И мы спокойно отчалим По этим штучкам Ай Расколотый Нихера себе Их можно подобрать Да вот эти вот На мае Сообщение всем Ты будешь нас здесь искать Мы летели на сигнал Одного из двух маяков Один маяков звездолета Однако не можем двигаться дальше Сигнал звездолета Уже почти не слышно Но он по прежнему пробивается Откуда-то из колючек К несчастью Может между ними Не пройдет И ни один из на мае Не говоря уж о целой Спасательной капсуле Я не понимаю По каким законам Живет это место Но оно управляет Управляет пространством Есть опасения Что теперь мы обречены Тяжело осознавать Что мы так близко К звездолету И в то же время Так далеко от него Хуже того Сигнал звездолета слабеет И скоро мы перестанем Его слышать Мы постараемся Найти путь внутрь Или хотя бы понять Что произошло И остается лишь надеяться Что прочие Спасательные капсулы В относительной безопасности Бедняги Понятно Больше нету никаких Да? Ладно, пройдем И я включу запись Быстрей Раскочили Неинтересно А вы тут что? Проход куда-то? Красава Вот огоньки Скелеты А у 10 Все закрыто Что я сделал Я там как-то направил Что бессмысленно Вот смысла нет О-хо Что бессмысленно Понятно Загадка Не смогу Эту загадку Решить Ну вот и решение Загадки 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 Мог TWюсен Так, я успею здесь все осмотреть, наверное, в следующий раз, когда заново сюда пролечу, потому что у меня времени тупо не хватит. Ого! Что это такое? Голограмма. Ой. Начинаю с запись. Происло немыслимое. Звездолет получил сигнал, который дырею в ней самой вселенной. Мы впервые сталкиваемся с подобным. Всем приготовиться к гиперпрыжку. Я искал, подожди, мне необходимо отправить сообщение. Нам стоит извести другие кланы, куда мы направляемся. Известим их о прибытии. Этот необходимый сигнал возник внезапно и может исчезнуть в любую секунду. Мы обязаны найти его источник. Готовься к гиперпрыжку. Хорошо. Анона готовится совершить гиперпрыжок по задным координатам. Гиперядро выдержит. Но это будет очень долгий прыжок. После него потребуется ждать, пока ядро перезарядится. Это не будет иметь значения, если мы окажемся недалеко от источника сигнала. Начинаем гиперпрыжок. «Люкка» на связи звездолет эскала что-то пошло не так во времени нашего гиперпрыжка и теперь взлет смертельно ранен нам очень нужна помощь звездолет как будто слился с окружающей средой некоторые ли она стала чаще звездолета теперь его разрывает изнутри мы мы вынуждены покинуть звездолет я попрошу помощи у всех кланов на мои других видоспособных перемещаться в космосе ни хера себе эта штука вообще работает мне кто-нибудь слышит наш взгляд умирает нам строить нужна помощь а я думал что за херня еще светится сообщение для всех кланов на моем вселенная умирает ресурсы убывает опасности множатся мой к мой клан считает что на мае нужно держаться вместе если можем прилетать всеми и можете прыгать сумеречную галактику мы выяснили что звезда черная заза системы черная скала в целом стабильный довольно благоприятный жизни здесь относительно безопасно если вы продолжите следовать космос в одиночку делайте это на свой страх и риск канна мы летим к вам рады слышать оба копа будем ждать твоей твой взгляд кто-нибудь знает что с нимом от него давно не было вести его клан направляется нашим взглядом но все еще не прибыл я начинаю волноваться да это странно вспоминается легенда об исчезновении скала которому так который так любил мой дедушка мне тоже рассказывали ее в детстве однажды звездой тескала просто перестал выходить на связь другие кланы долго его искали он так и не нашли казалось что их друзья совершили гиперпрыжок на грани бытия это не легенда друзья клан эскала на самом деле существовал тогда странно когда что мы узнаем о нем из легенд эту историю узнали с детства еще прощуру моих прощуров ты уверен что это не выдумка и соп это древняя история но правдивые наши предки долго искали клан искала но тот пропал без следа это единственный случай за всю историю когда звезды просто исчез и соп уж не думал ли ты что я сгинул вместе звезды этом своего клана как искал ним друг мой мы боялись что потеряли тебе не потеряли но только чудом у нас возникли проблемы во времени гиперпрыжка все три солнцезвездных систем иска искра взорвались и у нас не задело только почти по счастливой случайности скоро будем у вас канал хорошо что клан безопасности ним мы были рады тебя услышать всем за взлетом поблизости берегитесь нестабильных звезд а таких сейчас большинство осталось только узнать как тут цели херни разбираться вот как эту хрень сделать а 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 Ну, блядь, я в... О, понятно. Да что такое? О, понятно. Ну и все? О, понятно. О, понятно. Что-то я... Немножко туплю. Что это значит, блядь, все? Ммм... Здесь этого, да, нету? Оно сломано. Ясно. Все ясно. Надо отсюда выбираться, пока есть время. 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 Немножко тупо. Время. Продолжение следует... Ладно. Сейчас мы отсюда вылетим, и я выясню, как можно будет запустить корабль. Возможно ли это вообще? Угу. Это ради прикола. Сможем ли мы... Херануться... На... Квантовой луне. Квантовой луне. Охо. Ну вот тебе она А мы идем навстречу этому взрыву Потому что мы брутальные И где в зоку